Это можно вот бутырек яда вот так вот выпили, это то же самое делаете. Почему соевый соус черный, а соевое молоко белое? Это будет идеально, потому что ты тогда не будешь забивать свои вкусовые рецепторы. Мы не можем говорить, что он полезный, потому что ты ешь сахар. А если ты добавляешь лимонный сок в какие-то соусы, действительно, это помогает усваиваться белку. Чушь, привет. Коля, привет. Сегодня будем с тобой говорить про соусы. Сразу с тобой хочу сказать, как часто в твоей жизни ты используешься кетчупы, майонезы, сметанные соусы, кисло-сладкие, горчичные, сырные. Есть в твоей жизни соусы? Нет, вообще. Вообще нет. Можем ли мы с тобой сделать, помнишь, как мы делали лучшие-худшие виды мяса, где мы ранжировали соусы от худшего к лучшему, вот так же построить с тобой это видео? Да, конечно. Все, поехали. Смотри, ну, конечно, вот самый низ, мне кажется, я бы поместила как раз то, что ты перечислил. Я даже не знаю, кто хуже, майонез или кетчуп, да, и мы снимали уже о том, это не говорит о том, что кетчуп это из томатов, а майонез это желток и масло, это, конечно же, не так. То есть мы должны понимать, что все, что стоит на полках в магазинах, это не натуральные продукты, да, кетчуп не может храниться год из томатов и так далее. То есть, но вы можете все это сделать, по сути, в домашних условиях. И кетчуп можно сделать домашний, и майонез можно сделать домашний, но достаточно зайти на сайт Роскачество, Росконтроль и вообще посмотреть составы, что обнаружено в кетчупах и в майонезах. Дело не в том, что вам напишут даже в составе, как будто бы, что там есть, ну, там обычно какой-то яичный продукт написан. Или яблочное пюре. Да, но дело в том, что в 99% там даже будет не указан настоящий состав, потому что сейчас все производят не по ГОСТам, а если не ГОСТы, то это ТУ, а там уже кто во что гораст, и большинство веществ вообще не указываются в составе. Поэтому, если мы посмотрим состав кетчупа, там будет огромное количество крахмалов, красителей, сахарозаменителей в том числе, и сахаров, да, и консервантов и так далее. То есть, по сути, это будет крахмал, что-то красящее и что-то сладкое. И что-то, томат натрия, который придаст вкус абсолютно любому, любой пластмассе, чтобы вы это съели. То есть, там ноль полезных веществ. Это даже не то, что ноль полезных веществ. Это очень плохо влияет на ваше самочувствие. Вот, вы спрашиваете, как сохранить нашу печень? Не нужно покупать такие продукты, которые на нее... Но вот есть же, например, знаешь, томатные пасты, вот такие прям... Да, мы можем брать. Железе хуже, чем в стекле, идеально, но есть в стеклянных банках просто протертые томаты. Там в составе ноль вообще консервантов, ноль заменителей. Там просто либо томатное пюре, либо пюрированные томаты каким-то образом написано. То есть, там не должно быть вообще ничего. Тогда вы берете эти томаты, добавляете в них специи. Можете добавить, не знаю, там какие-то различные овощи и так далее. Прогреть все это и сделать прекрасный домашний соус. Добавить капельку аджики. Кстати, аджику поместим. Наверное, это один из лучших соусов. Вот, улучшите какими-то специями и все хорошо. Дорогие друзья, я и моя команда приготовили для вас специальный подарок. Это 7 привычек, которые вредят вашему здоровью. И, скорее всего, вы их делаете каждый день. Для того, чтобы забрать подарок, нужно перейти по ссылке в описании к этому видео. И вы заберете подарок в ту же секунду и совершенно бесплатно. Про майонез. Вот смотри, я слышал о том, что майонез вреден не только потому, что там консерванты, канцерогены, производство и так далее. А потому, что вот само по себе это получается как бы жирные яйца, жирное масло. И это вот сам по себе майонез, это там 100% жира. Смотри, ну мы говорим о том, что жиры вообще полезны. И на самом деле личный желток это полезно. И масло тоже полезно. Но вопрос в том, что в майонезе, который ты покупаешь в магазине, не будет качественного масла. А если я домашний делаю? Да. А если ты возьмешь действительно яичный желток, если ты возьмешь туда натуральное оливковое масло, нерафинированное масло авокадо, добавишь какие-то специи, пожалуйста, да, это наоборот усиление. Если у тебя дефицит жиров в рационе, то ты можешь это сделать. Но в покупном магазине там всегда будет самое дешевое рафинированное масло какое-то. А мы говорили, мы снимали видео о том, что обычные растительные масла рафинированные, это омега-6 жиры, которым у нас и так избыток в организме, и они оказывают наоборот провоспалительный эффект, в отличие от противовоспалительный, если это будет натуральное оливковое масло. И вам оливковое масло никто не нальет в дешевый майонез. Получается, что хороший домашний майонез оказывает противовоспалительный эффект. Да, ну смотри, это вот на любителей я, вот ты мне спросил, есть ли в твоей жизни соусы? Я говорю, что нет, они могут встретиться где-то, и то, например, даже когда я ем где-то вне дома, я всегда прошу, чтобы мне любое блюдо принесли без соусов, мне невкусно. Потому что я хочу чувствовать вкус настоящего блюда. Мне кажется, когда ты добавляешь кетчуп в майонез, вообще не важно, что ты будешь есть, все будет одинакового вкуса. Мне это не нравится. Мне нравится чувствовать вкус обычных блюд, поэтому я не вижу никакого смысла есть эти блюда. Я вот по поводу сырного соуса, я не знаю, надо посмотреть состав, мне кажется, там отвратительный будет состав. Давай глянем. У сырного соуса, пока ты смотришь состав у сырного соуса в худших, мне кажется, сюда еще можно отнести новомодные такие тайские различные соусы, там кисло-сладкие, рыбные. И если мы посмотрим состав, там всегда будет прям тонна сахара, всегда. Всегда будет усилитель вкуса, всегда будет огромное количество консервантов, поэтому читайте внимательно состав, там точно нет ничего хорошего. А почему мы об этом говорим? Потому что на самом деле это причина большинства современных заболеваний. Мы знаем, что сейчас на первом месте по всем заболеваниям, согласно статистике, это инсулино-резистентность, это сердечно-сосудистые заболевания. И многие думают, что это жиры, вот как раз про майонез, про полезные, про которые мы говорим, что нет, чистый яичный желток и масло – это полезно, а вот как раз вот эта вот смесь крахмалов, растительных масел, провоспалительных – это как раз очень вредно. От этого появляется атеросклероз, от этого у вас есть проблемы с липидным профилем, с вашим холестерином, и плюс вы повышаете уровень воспаления за счет сахаров, за счет крахмала и растительных масел омега-6. Так вот, вы все это можете увидеть совершенно прекрасно по вашим анализам, которые мы изучаем на лаборатории здоровья, потому что вы увидите свой уровень глюкозы, свой уровень инсулина, нарушение липидного профиля, это будет повышенная либо протеин низкой плотности, и это будут не те яйца, которые вы едите, а это будут те соусы, которые вы едите в ресторанах, в кафе, в фастфуде, покупаете домой кетчупа и майонеза. И когда вы увидите свои анализы, когда вы увидите лабораторную диагностику, вы поймете, что это самое простое, что вы можете сделать – убрать соусы, либо заменить их на полезные, и тем самым на 80% улучшить свое состояние здоровья. Приходите на вебинар «Лаборатория здоровья», посмотрите, к чему приводит употребление таких соусов, и измените это. Вебинар большой, абсолютно бесплатный, ссылка на вебинар находится в описании к этому видео. Вода, масло, уксус, ароматизатор, соль, сахар, пектин, паприка, лимонный сок, сырный порошок, яичный желток. Очень, звучит, очень полезно. Ну, то есть на последнем месте сырный порошок, ну, даже не что это такое яичный желток, а на первом месте что там еще раз? Вода, растительное масло, уксус, ароматизатор. Вот, растительное масло и ароматизатор. Ну, что ты, да, ты ешь как раз то, что я говорю в случае с майонезом растительное масло которое оказывает воспалительное действие на твой организм и плюс ароматизаторы которые придают вкус то есть вы точно не едите какой-то сыр это сто процентов то есть все вещества которые находятся на первом месте после двоеточия состав двоеточия из этого и состоит ваш соус а то что стоит на последнем месте как раз и занимает самое последнее место по объему в составе двигаемся дальше смотри ну я думаю что смысл понятен тех соусов которые мы про которые мы говорим да это запечатанное очень недорогое в основном состоящие из крахмала сахаров различных ароматизаторов и загустителей дальше я бы в промежуточный наверное такой этап поместила соевый соус потому что он может как относиться к плохим вариациям также и если это хороший состав хорошим соевый соус в основном плохого состава то что стоит у нас в большом количестве на полках магазинов потому что если мы посмотрим состав там будет сахар и там там прямо написано либо пшеничный крахмал либо такой будет написано глютен и мы не можем говорить что он полезный потому что ты ешь сахар и ну вот от соевого соуса соевый соус же все в основном знают по суше и все в основном знают соевый соус по суше потому что на следующее утро проснулся вот такое вот Конечно, потому что там тонна соли еще, то есть там соль и сахар, и в основном глютен. Поэтому, конечно, нет. Но если это настоящий соевый соус, там просто будет, например, соя, вода, ну, максимум может быть лимонная кислота. Но у нас таких соевых соусов очень-очень-очень мало. Поэтому в основном это просто жижа, которая имеет вот просто вкус. Опять же, там будет какой-то обычный глутамат натрия, который не факт, что будет указан в составе, и все. Поэтому существуют соевые соусы, но в основном они существуют не в России. И есть еще, если мы сразу перескакиваем... Я здесь можно по поводу глутамата натрия? Ты второй раз говоришь, я бы хотел, чтобы мы заострили внимание на зрителей. Глутамат натрия – это химический усилитель вкуса. Это прям как формула, типа как натрий-хлор, только там какая-то что-то там натрий. Который, поправь меня, если я правильно понимаю, он как будто бы чуть-чуть раздвигает границы вот этих языковых сосочков у нас на языке. И вот его, грубо говоря, можно добавлять хоть куда-то, образно говоря, и в какие-нибудь вейпы, и в чипсы, и в соусы, и в обычные блюда какие-то. Даже там в ресторанах можно его добавить. Очень много в ресторанах. Да, в ресторанах очень много, потому что он, грубо говоря, там еда имеет, например, одну единицу вкуса, да, там, N единиц вкуса. Добавляешь глутамат натрия, и он как катализатор его взрывает у тебя во рту. Правильно объясняю? Ну ты еще с помощью него вообще, в принципе, можешь придать любой вкус, любой пластмассе придать какой-то, допустим, добавляешь глутамат натрия и какой-то небольшой ароматизатор. Да, и у тебя получается взрыв вкуса, но весь глутамат натрия превращается в очень токсичное вещество в нашем организме. И если мы говорим как раз про аутоиммунные заболевания, различные там нейродегенеративные заболевания, я уже не говорю, что для нашей печени это супертоксичное вещество, но сейчас это в огромном количестве. Вот как раз если мы говорим даже, допустим, про Китай или про Корею, там этого очень много. Вот эта вся китайская еда, там просто тонны глутамат натрия. Я с чипсами, я давным-давно любил чипсы, и я прям помню, что ты ешь их, а потом тебе вся остальная еда кажется пресной. Потому что вот и ты не можешь даже, какая-то зависимость, возможно, где-то даже бывала. Конечно, невозможно, а это и есть зависимость, и поэтому абсолютно в любом фастфуде, да, даже в ресторане на самом деле, это правда так. И я как-то рассказывала, уже давно у нас же был курс, он и есть, про здоровую еду, которую мы снимали с Ромой Палкиным, да, про приготовление еды. И мы искали шеф-поваров и брали, они разговаривали, вели переговоры с одним из лучших в Москве. Но у меня было условие, чтобы там не было усилителей вкуса, сахара, глютена и что-то еще. А, ну просто, да, мы, естественно, убирали молочку, чтобы была какая-то альтернатива. И вот у нас никто не согласился этого делать. И вот, и Рома был единственным шеф-поваром, да, причем он был не из Москвы, а из Питера, который сказал, да, без проблем, ребят, я вам приготовлю. Если я правильно помню, он сказал о том, слушайте, типа, ну вы, конечно, безумцы, но я попробую. Да, 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 но он согласился, остальные даже вообще не согласились, потому что они настолько привыкли добавлять эти усилители вкуса и не заморачиваться вообще над качеством настоящей еды. Но сейчас как раз самые дорогие рестораны, это не как раз куча салатов с непонятными соусами, а это очень такая, как они называются, локальные блюда из локальных продуктов, когда у тебя действительно выразили качественную еду, и ты наслаждаешься качественным вкусом. Поэтому дома, на самом деле, готовить вообще идеально. Вот, и то, что касается, например, аналогов здоровых соев, там же еще в сои есть еще проблемы с самой соей, так как соя один из самых генно-модифицированных продуктов, потому что ее выращивают в огромном количестве, это заменитель белка, дешевый и так далее, и проблема не в том, что нам поменяли гены и так далее, а смысл в том, для чего вообще используют ГБО и производят такие продукты, что когда обрабатывают различными пестицидами, с ними ничего не происходит. И так как, например, вот самые обрабатываемые, это соя, кукуруза, различные злаки, и если мы выбираем соус, то мы должны смотреть, что соя должна быть не генно-модифицированная, и еще есть проблема в том, что у очень большого количества людей, в частности, девушек, нарушена фаза детокса печени, и у них есть эстрогендоминирование. Что это значит? Это значит, что печень неправильно метаболизирует наши стероидные гормоны, и в организме появляется избыток эстрогенов, и от этого могут быть фиброзно-кистозные мастопатии и так далее. И вот сою при эстрогендоминировании тоже нельзя. Есть, но у нас его не купить, и за границей можно заказать кокосовые аминокислоты. Это практически идеальная замена соевому соусу, для кого прям это мега принципиально. Вот, делаются из кокоса, так он называется, по-моему, коконат, аминос, вот такие банки, можем показать альтернативу. Вопрос на засыпку, почему соевый соус черный, а соевое молоко белое? Знаю. Кстати говоря. Ну, сейчас на монтаже мы вставим картинку, вот как выглядит соя на полях, вот как выглядит соевый соус. Подожди, я не знаю, почему соевый соус черный, кстати. Давай почитаем, подожди. Из-за того, что мы приготовим путем брожения с помощью ферментации. Вот. А, соответственно, молоко это просто бы перетирают и... Вот так вот, век живек учись. Да. Давай двигаться дальше, какие соусы еще получше соевого? Так, смотри, ну все, вот мы взяли соевый соус, тогда уходим в плюс. И, да, его суперальтернатива, либо там качественный, ни ГМО, ни соевый соус, ни бы этой кокосовой аминокислоты. А дальше, смотри, мы можем, по сути, брать разные соусы, которые мы делаем сами, либо из натуральных продуктов. Вот, например, ты там сразу спросил про песто. Вообще, пожалуйста, проблем никаких нет. Это масло, но мы берем всегда, да, мы не берем подсолнечное рафинированное масло или масло виноградных косточек. Мы берем масло, богатое омега-3 жирами, либо масло авокадо, одно из там самых тоже полезных. То есть берем классное масло, берем кедровые орешки, базилик, да, тут вопрос только с сыром будет стоять. Кому можно, кому нельзя. Если вам можно, то вы используете пармезан, если нельзя, значит нельзя, значит без пармезана. Вот, поэтому все, вопрос в том, что это натуральные продукты. Смотрим внимательно, если это покупное песто, а всегда лучше сделать дома самому, то тогда вы смотрите. Есть, я знаю, точно есть с более хорошим составом, точно соусы песто есть, также какие-то будут дешевые, где будет сырный порошок. Даже так. Мы с тобой недавно в одном видео поднимали тему, хочу, чтобы здесь оно тоже появилось. Хреновуха. Отлично, вот хрен, горчица, все тоже идеально, но мы должны смотреть. В горчице сейчас тоже есть сахар, то есть есть. Давай сюда будет, наверное, вот даже хрен, горчица, аджика. По сути, это супер классные противовирусные соусы, да, которые там обладают острым вкусом, содержат очень много фенольных соединений, да, которые очень классно влияют. И вообще, чем больше соусов, да, тем более разнообразнее наша микрофлора будет вот таких натуральных с фенольными различными соединениями. Но мы всегда смотрим горчица, может быть домашняя. Если мы смотрим, потому что очень много вот в этих тюбиках тоже будет сахар. Поэтому тут вопрос не что мы горчице, значит она вся полезная. А мы смотрим на составы и выбираем ту, которая с идеально чистым составом. И аджики такие есть на самом деле, и хрен, и горчица, все это есть. Классный вопрос вообще тоже вот это все. И вот раньше же было? Угу, угу. Все это натуральное, да, наши же родители. Это вот, я помню, с мясорубкой я еще стоял, вот это все крутил. А, ты, наверное, еще говоришь про, как она называется? Огонек? Да, огонек. Да. Она по-разному называлась у всех. У нас это называлось хреновина. Вот, да, это уже томаты, хрен, кто-то перец добавлял, кто-то лук, да, вот эта смесь. А я говорю еще про белый хрен, вот который прям хрен. Все, я понял, все, все, я понял. Ты ешь, и у тебя все там острое, и все горит. Вот, есть вот эта хреновина, про которую ты говоришь, тоже максимально русский, мне кажется, да, соус. Вот. Что скажешь про табаско, самый острый соус в мире? Слушай, табаско можно добавлять капли. Вот мы как раз опять же с Ромой снимали. То есть его в маринады различные, когда ты готовишь, например, курицу или что-то, ты можешь добавлять каплю табаско, смотрим состав, табаско тоже должен быть идеальным составом. То есть вопрос в качестве. У нас нет задачи взять самое дешевое, да, у нас есть цель посмотреть составы. Смотри, из того, что я иногда делаю в качестве соуса, и мне очень нравится, это идеально по составу, это смесь масла. Я беру, опять же, допустим, оливковое масло, кунжутную пасту и лимонный сок. Вот здесь у тебя, вот для салатов, вот, например, кто любит какие-то а-ля цезарь какой-нибудь, да, где вот такой беловатый соус, вот это будет идеальный соус. Вот прям в разных пропорциях, можете сами себе регулировать, какой вам больше вкус нравится, чуть больше добавлять лимона, чуть меньше добавлять лимона, но вот смесь трех вот этих продуктов, она идеальна и подходит для салатов, кто любит. Ну, смотри, у нас видео, на самом деле, превратилось в такое, смотрите, состав, если там нет ничего плохого, значит, все хорошо. Хорошо, я чуть-чуть хочу, наверное, перезадать тебе этот вопрос по-другому. А можно ли с помощью соуса, наоборот, нести пользу своему организму? Например, может быть какой-то соус, обогащенный витаминами или минералами, или повышенный там, там, типа, лимон, там, кислотность повышает. Поняла вопрос? Так мы про это и говорим. Вот то, что я сказала тебе, что горчица, хрен и, допустим, тот же огонек, и что у нас еще от джика было, это все острые достаточно соусы, которые стимулируют процесс пищеварения, которые содержат фенольные соединения. Это противовирусные вещества, то есть как раз они являются, они не только являются каким-то усилителем вкуса, они как раз и выступают веществами, которые обладают, допустим, антибактериальным эффектом, там, тот же хрен или горчица, противовирусным действием. В этом и смысл. И тот соус, который я сказала, например, кунжут, лимонный сок, масло, то же самое, если ты добавляешь лимонный сок в какие-то соусы, действительно, это помогает усваиваться белку. Вот кунжут сам по себе очень полезный, это источник кальция, поэтому, конечно, я тебе про это и говорю, что когда ты делаешь соусы сам и берешь, вот тебе лимон, это усвоение белка, вот тебе кунжут, это кальций, вот масло, это омега-3, вот ты и получил себе кальций с омега-3. И кунжутная паста усвоилась за счет того, что ты добавил туда масло, потому что там есть жиростворимые витамины, которые помогут усвоению кальция, да, и вот таким-то образом соус ешь не для того, чтобы запихнуть в себя еду любую с усилителями вкуса, а для того, чтобы еще сделать добавочную стоимость, как ты говоришь, к тем продуктам, которые ты ешь. Ксюш, вот последний вопрос, который я хочу тебе в этом видео задать, ну вот соус, да, это же вот чайная ложка, ну вот что ты к ним пристала, блин, господи, ну реально вот столечко ты ешь, ну да, там чуть-чуть может быть канцерогенов, может быть консервантов чуть-чуть, ну сахара там, ну вот столько-то, ну у меня вот блюдо вот такое огромное, там мясо кусок вот такой лежит, и вот ложечка соуса, ну может быть. Коль, это было бы хорошо, если бы ты ел это раз в два месяца, но в основном люди питаются этим каждый день, они берут все, допустим, даже когда приходят в столовую, там будет, вот нас недавно приглашали на мероприятие, ну такое оно было там, не в центре города, и нам скинули меню, так вот я там не нашла вообще чистой, допустим, курицы, там если курица, то это ананасы с майонезом сверху, если свинина, то это вот что это, там мясо по-французски считается, не факт, то есть там нет. Она прям в шапке из-под мазика. Да, но это же, человек это есть каждый день, он привык, он вообще не понимает, как есть еду без кетчупа, без майонеза, в суп майонез, на котлету майонез, это, человек это делает каждый день. Кстати, а мы про сметану забыли, сметана отличный соус. Ну тут вопрос с молочной продукцией, ну слушай, мы можем сказать, если это натуральный продукт, это вот, все, мы закончили, да, с ответом на вопрос, что то, что ты делаешь каждый день, это тебя и убивает, а вот ты можешь брать сметану, если у тебя нет лактазной недостаточности, ты можешь взять просто масла, у нас огромное количество масел, которые ты можешь просто использовать. Но вообще смысл, я бы не делала акцент на какой-то замене, на альтернативе, ну понятно, что, наверное, многим курочка с аджикой нравится больше, чем курочка без аджики, но я говорю, что с хорошим составом это хорошо, но на постоянной основе, ежедневно, если ты привыкнешь заправлять продукты просто обычным маслом, это будет идеально, потому что ты тогда не будешь забивать свои вкусовые рецепторы. Спасибо тебе большое, Ксюша. Спасибо, Коль, это очень важный вопрос, и знаешь, я бы затронула, потому что во многих семьях приучают детей есть соусами, и даже если родители говорят, так, тебе это нельзя, а мне это можно, это неправильно. И я хочу сказать, что недавно даже в Госдуме был доклад, и там отчитывали, что в России в возрасте 14 лет у нас 70% подростков имеют хронические заболевания. 70% всех подростков в 14 лет имеют хронические заболевания. 2 трети всех подростков. Это невообразимая цифра, я еще подозреваю, что она еще не полная. То есть еще недалеко не все ходят в больницу и диагностируют какое-то заболевание. Я считаю, что это супергигантская проблема. И если у тебя в 14 лет есть хронические заболевания, что с тобой будет к 30 годам, я уже не говорю о том, что будет к 40 годам. Хроническое заболевание, это когда у тебя что-то постоянно воспалено. Да, да. А воспаление, это как раз-таки вот эти вот продукты, про которые мы с тобой поговорили. Конечно, это то, что мы употребляем на постоянной основе. А, вот оно что. Да. И вот такая у нас уже ужасающая статистика. Если мы посмотрим, я же просто говорю всегда, это какая-то ужас. Мне все говорят, а что плохого в Дошираке? У нас комментарии есть постоянно под видео, а что вы в Дошираку вообще прикопаете? Мне просто, мне кажется, вот этот вот пакетик, который вот там лежит, вот это все просто сразу вы, ну, да, я не знаю, но это можно вот бутылек яда вот так вот выпили, это то же самое делаете. И я просто смотрю, у нас дети и родители это поощряют, просто грызут этот сухой пластмасс, вот этот вот Доширак, где просто чистый крахмал, там нет вообще ничего. Ну, будем чистыми. Хорошо, если они еще не заваривают вот этот вот ужас вот в этой вот пакетике, вот в этом. Создатели Доширака дали, по-моему, какую-то премию, чуть ли не Нобелевскую. Ну, прекрасно, что у нас за это дают Нобелевскую премию. Ну, слушай, он накормил огромное количество людей. Ну, типа, это лучше, чем голод, но хуже, чем нормальная еда. Ну, а кто у нас ест? У нас не так много стран, где люди умирают от голода. Ну, тоже верно. Ну, не так много стран. А едят в основном это люди, что те, кто у нас от голода умирает, ну, вряд ли. Я не думаю, что у нас люди не могут купить себе гречку, например, ту же самую, или какую-нибудь там, не знаю, фасоль, или огромное количество круп и злаков, которые можно есть цельную в ответ на Дошираку. У нас есть офигенное видео на канале, дешево и полезно. Это вот лучшая альтернатива Дошираку. Всем рекомендую, ссылку в описании на это видео оставлю. Классное видео. Ксюш, спасибо тебе большое. Коль, спасибо большое. Спасибо и вам. Рассказывайте в комментариях свой опыт, как вы отказались от соусов, как изменилась ваша жизнь и как изменились ваши вкусовые рецепторы. А с вами был Николай, Ксения Черная, и вы смотрели канал про здоровье.